я вас приветствую посмотрите какая прелесть на моем столе это открытый пирог киш этот пирог относится к французской кухне он очень вкусный это песочное тесто шикарная начинка сверху много сыра он заливной пирог очень очень вкусный посмотрите какой он в разрезе получается хрустящее тесто нежная начинка и если вам интересно как я буду готовить этот пирог оставайтесь со мной и смотрите мой рецепт до конца и смотрите люда молодец люда забыла включить микрофон и поэтому я рассказываю заново здесь я уже смешала ледяное масло терла на терку и сюда сразу отправляла масло у меня было прям оно мне несколько месяцев лежала в морозилке нужную дозу я отколола и вот здесь вот прям на терке вот такие лепесточки на крупной терке у меня получились смешала я все с 250 граммами муки а теперь сюда вбиваю масло ни в коем случае не должно потечь должно быть все холодное вбиваю сюда охлажденное она мне несколько минут лежала в морозилке вбиваю сюда яйцо яйцо я вмешала как вы видите оно все такое же сыпучее остается теперь сюда выливаю ледяную воду и собираю все это дело в комок не вымешиваем ни в коем случае чтобы не развилась клейковина потому что тогда у нас не получится песочное рыхлое тесто я забыла сюда надо добавить щепотку соли все щепотку соли добавила теперь точно собираю все в комок и все все я собрала тесто в комок она не вымешана она прям мраморная вот так вот на вид на него смотришь она мраморная такое оно и должно быть сейчас я в пленку его заматываю и отправляю в холодильник так что мы возьмем для начинки для начинки у меня пойдет утиное филе утиная грудка в оригинальном рецепте классического киш лорен идет куриная грудка я же возьму утину я ее подварила варила я ее как в кипящую воду насыпала чайную ложку соли немножко насыпала перца горошком душистого и 15 минут я ее проварила на медленном кипении потом ее оставила в бульоне остывать сейчас она у меня такая вот слегка теплая здесь у меня 175 грамм получилось но это вы сами понимаете что можно больше можно меньше у меня вот и одна грудка вышла на 175 грамм дальше я возьму две луковицы которые потянули на 150 170 грамм ну это тоже вся начинка берите приблизительно она может варьироваться как угодно можно вообще все это заменить на абсолютно другие вещи две луковицы потом я взяла у меня здесь 600 с копейками грамм замороженных поэтому они такие темные невзрачные кубики баклажан молока я взяла 80 грамм по рецепту нужно брать жирные сливки но я не хочу брать жирные сливки потому что я считаю что здесь и так достаточно будет жирно 200 грамм сыра и 4 яйца обычных куриных сыр их 4 яйца у меня на плите уже стоит сковорода я сейчас немножко налью туда масло растительного и отправляю туда баклажаны пускай подтапливают в баклажаны пока я резала лук баклажаны у меня поджаривались сами на сковороде после того как баклажаны слегка подрумянились и так прям красивенько подрумянились я сюда отправила лук мне нужно довести его до посветления чтоб он стал более менее прозрачным и посолила посолила я сюда чайную ложку потом если что добавлю ну посмотрите какая красота у меня получилось лук посветлел он не подрумянился он просто посветлел я огонь уже выключила и теперь немножко остужу пока пока у меня есть время пусть остывает я переложу сейчас в салатницу чтобы это быстрее происходило и все и будем ждать когда будет готова наше тесто у меня прошел почти час точнее 50 минут у меня уже нет терпения выжидать его я буду сейчас уже начинать делать духовку я включила на 190 градусов только что так и что я буду мне нужно сейчас я возьму форму вот такую вот потому что здесь бортики мне нравится я хочу попробовать растянуть тесто вот в эту форму хотя она мне 28 сантиметров и начинаем его распределять форма по помимо того что форма у меня силиконовая и ничем не смазываю ну тут же еще и масло угу сколько правильно поэтому как бы я думаю что не стоит так вот сейчас кулачками пытаемся растянуть тесто если вы хотите попробовать его раскатать а потом перенести это конечно ваше право но я не рискну так делать потому что такое тесто очень хрупкое все я думаю что форму я достаточно хорошо вы выложила тесто сейчас я дно по прокалываю достаточно густо сделаю проколы все смотрите я его по прокалывала бортики вроде бы как сделала в некоторых рецептах рекомендую тесто вот в на этой стадии отправить холодильник еще минут на 15 в некоторых же говорят что можно сразу отправлять в печь я попробую отправить его сразу как вы понимаете чувство лени старания быстрее закончить и нетерпение что же получится это еще те мотиваторы поэтому я сейчас отправляю на 15 минут в духовку вот это вот дело красоту я взяла вот такую литровую кружку я думаю мне в ней будет удобно потому что нас носиком потом будет удобно разливать сюда я отправляю свои четыре яйца немного подсолю отправлю сюда сразу мускатный орех слегка перебью выливаю сюда молоко если хотите пожирнее берите сливки все заливка почти готова сейчас отправляю сюда немножко сыра вот так вот вот столько я думаю мне хватит если я сейчас начну венчиком мешать то будет сыр будет нам цепляться за звенья венчика поэтому я вилкой сейчас просто это размешаю все вот такая вот смесь у меня получилось просто омлет в чистом виде все ждем 15 минут потом будем собирать наш пирог ну и смотрите вытащила я пирог у меня конечно бортики немножко подосели моя ошибка надо было немножко их больше сделать отправились сюда утиную грудку вкусную хорошую утиную грудку я возьму вот эту вилку распределяем наши овощи так сейчас я по чуть-чуть что если вдруг у меня немножко останется чтобы это не было лишним здесь потому что бортики у меня осели я предполагаю что ничего страшного не будет от того что у меня бортик осел потому что сверху яичная смесь она закрепит и как бы омлетом будет и хорошо но на все равно как бы слишком много тоже плохо все вот смотрите у меня осталось буквально тут две ложки теперь проливаю яичной смесью пролили яичную смесь вот я конечно ай-ай-ай не падай туда да как я и предполагала вот он у меня полилось туда блин как бы я все это теперь не испортила очень не хочется все это испортить как бы я не вижу смысла зачем я замешивала туда сыр если он у меня по сути все равно остался сверху это ну вот в чем фишка есть два варианта есть когда всю эту яичную смесь смешивают сразу с начинкой а есть где заливать сверху вот надо было чтобы сыр мне прошел вовнутрь надо было мне еще замешать его туда я дорезала немножко зелени лука несколько перышек порезала молодых свежих присыпаю остатками сыра такая знаете пицца из песочного теста ну и что поехали по рецепту написано что в духовке нужно держать вот это вот дело все а 30 минут отправляю в духовку конечно же буду посматривать как она там себя будет вести ну и прошло полчаса я вытащила пирог и еще минут десять дала ему отдохнуть вот такой красивый у меня получился несмотря на то что бортики были маленькие яичная смесь схватилась и все это получилось очень даже прикольно и красиво поэтому как бы я считаю что я не испортила пирог все хорошо но лучше брать форму поменьше лучше 22 сантиметра брать форму и я предлагаю давайте попробуем разрезать в он конечно горюет горячий еще но я думаю все будет хорошо ленте сколько сыра там сок очень сочно ой какая прелесть посмотрите просто красота вы посмотрите какой он шикарный просто в разрезе просто красавчик большая шапка сыра очень аппетит очень аппетитный очень ароматный и я уверена что он просто при просто превосходный на вкус потому что открытые пироги киш это это уже классика это всегда вкусно и всегда хорошо даже вот хочу попробовать кусочек оторвать тесто гляньте какое ой очень вкусно на очень вкусно очень пахнет и оторвала кусочек теста у него запах есть легкий привкус видимо недалеко был кусочек баклажана сыр на очень вкусно очень очень вкусно ну и если вам понравился мой рецепт пирога киш немножко в моей вариации ставьте мне лайки подписывайтесь на мой канал всем спасибо большое если вы смотрели меня до конца всем хорошего хорошего настроения и всем пока до новых встреч